Сохранить деревянное зодчество в Самаре. В городе есть много исторических объектов, которые не обладают охранным статусом и разрушаются. Для того, чтобы оставить хотя бы часть архитектурных элементов 19-го начала 20-го веков, было принято решение создать серийный комплексный объект, где наличники смогут получить новую жизнь. Это не закрытые павильоны, это такая пространственная рама, где именно оригинальные наличники, это важно, не восстановленные по чертежам, а именно те, которые удалось сохранить, они размещаются в таком, ну, такой, скажем, пространственной конструкции, и к ним можно подойти, прочитать историю дома, посмотреть, где он раньше располагался. Новый проект представили главе города Елене Лапушкиной. Самара в лидерах по количеству сохранившихся деревянных и кирпично-деревянных построек до революционного периода в России. По словам авторов проекта, есть немало неравнодушных людей, которые сохраняют наличники, и этого количества хватит уже сейчас на несколько павильонов. Когда мы говорим о детальном сохранении именно этого элемента, то это дает нам какую-то надежду на то, что это в будущем будет дальше сохраняться. Мне жаль, что в России утрачена тема изготовления наличников, потому что когда-то каждый хозяин, который строил свой дом, пытался заложить туда какую-то свою собственную историю. Архитектурная часть работы уже сделана. Сейчас авторы изучают практики хранения деревянных оконных узоров, чтобы выявить сильные и слабые стороны проекта. Теперь предстоит выбрать место в историческом центре Самары, где разместят оригинальные наличники. Приоритет отдадут туристическим маршрутам. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.